Шла медведица с просонок, а за нею медвежонок. Раньше детей со сложными заболеваниями не брали даже в специализированную школу. Они должны были сидеть дома. Педагоги 35-й школы утверждают, нет ребенка, которого нельзя научить. Все дело в желании и умении. Пришли совсем у нас, во-первых, неговорящие. Боялись всего на свете. Боялись звонков, ходили за ручку. В таком классе не более пяти человек. Есть игровая зона, чтобы отдыхать. После нескольких лет обучения малыши с ограниченными возможностями умеют писать, читать, считать. Ты сам книги читаешь уже? Да. А что прочитал сам? Стишек. Здесь нет отчетных контрольных и сроков, когда школьник должен усвоить материал. Каждый ребенок учится в своем темпе. В школе не ругают за ошибки и не выгоняют из класса. Педагоги очень терпеливы. С пониманием относятся к тому, когда дети устают или плохо себя чувствуют. Некоторые ребята пришли сюда из обычных школ. Там они были двоечниками и второгодниками. Здесь почувствовали, что могут быть хорошими учениками. На похвалы преподаватели не скупятся. Наша школа с 2007 года является инновационной площадкой департамента образования Вологодской области. По теме комплексного сопровождения детей в специальной коррекционной школе 8 вида. Задача, которую ставят перед собой педагоги – помочь малышу с ограниченными возможностями найти свое место в жизни. Научиться общаться, получить знания о мире, вырасти, найти работу, создать свою семью. Трудовое воспитание – основной предмет в старших классах. Мальчики учатся слесарному, столярному делу. Мы учим их прежде всего трудолюбие, то есть профессиональным навыкам на уроки труда. То есть мы их знакомим с профессией прежде всего. Выпускников специализированной школы не принимают ни в одно профессиональное училище Череповца. Поэтому возникла идея – открыть 10-11 классы в школе, где ребята смогли бы получить специальность. Эти девочки учатся на парикмахера. Модельную стрижку делаю, в общем, наподобие канатки, только оставляю чуть больше вверху и, соответственно, хвост. Кстати, через центр «Забота» ученики школы бесплатно обслуживают инвалидов. У воспитанников школы много спортивных наград. Главное, говорят педагоги, чтобы дети почувствовали себя успешными, ставили перед собой реальные задачи, и тогда мечты будут сбываться.